Достойная зарплата 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 Рассказывают руководители Курчатовского института. Сегодняшний этап, при котором вы присутствуете, это рождение как бы нового междисциплинарного направления, нового технологического уклада, можно сказать. Это сочетание естественных наук и гуманитарных. И через это путь к совершенно новому подходу, энергетическому, вообще осознанию мира, новые технологические прорывы, то, что называют биотехнологией, нано-биоинфокогна. Каждый фундаментальный проект, созданный Анатолием Александровым, внедрялся в жизнь. Именно таких проектов ждет государство, резюмировали собравшиеся, подводя итоги Александровских чтений. Наталья Ершова, Илья Титов, телеканал «Просвещение». Пока в Москве обсуждали атомные перспективы, в Ухте анализировали рациональность использования черного золота России. Нефти. Рассохинские чтения состоялись в Ухтинском государственном техническом университете. Такой формат общения помогает абитуриентам в защите выпускных квалифицированных работ. В этом году семинар стал пятым по счету. Об итогах и новшествах форума, ставшего в этом году международным, в сюжете Татьяны Каменщиковой. Пять лет назад на форуме было представлено всего 20 докладов по вопросам газовой отрасли. Сегодня количество докладов возросло до 120. А семинар получил статус международного, охватывающего все проблемы топливно-энергетического комплекса. На будущее, конечно, мы планируем продолжать работу этого семинара, потому что большинство участников семинара, как показывает опыт, это производственники. И наши коллеги с нефтегазовых предприятий, организаций, которые показывают свои последние разработки, озвучивают их. И это, прежде всего, богатый опыт, это обмена мнениями, комментариями и так далее. 2013 год стал новым витком в развитии чтений. К традиционным направлениям по геологии залежей, разработке месторождений, транспорту, нефтегаза, добавилась секция математического моделирования в нефтегазовом деле. Для многих молодых ученых, аспирантов, соискателей, семинар становится хорошим преддверием к защите диссертаций. Рассохинские чтения, которые уже проводятся пять лет, зарекомендовали себя как трибуны для докладов по очень актуальным темам. Конечно, это в первую очередь нефть, газ, но я сюда приезжаю еще и с вопросами авиационными, поскольку добыча, она непременно связана, так сказать, с транспортом. Рассохинские чтения – это по-своему уникальная стартовая площадка для молодых ученых. На семинаре они могут узнать то, чего не найти на просторах интернета и не прочитать в книгах. Это практический опыт, мнение компетентных специалистов отрасли, а кроме того, возможность продемонстрировать свой потенциал. Наука нужна, наука нужно популяризовать, нужно идти с наукой к детям, грубо говоря. Это должно быть всем понятно, хорошо и известно. Это не так страшно, это весело. Чтение – это интенсивный научный диалог для продвижения идей разработок российских ученых в области нефтеказового дела. На юбилейном форуме под обстрелом строгой критики коллег родились новые идеи, были найдены новые взгляды, но, казалось бы, совершенно обыденные вещи. А еще одним приятным итогом форума станет выпуск специального журнала с лучшими докладами. Татьяна Камещикова, Юрий Шмаков, Планет новостей. Наш выпуск продолжит афиши научных и культурных событий в Москве 15 февраля. В Центральном доме художника в рамках Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» пройдет встреча с Артемом Темниковым. Режиссер-постановщик, автор документальных фильмов о путешествиях, расскажет о жизни и быте первобытного охотника, о способах и приемах видеосъемки в разных средах – в пустыне, джунглях, подводных затопленных пещерах и в кратерах вулканов. В магазине «Лектория читалка» слушатели узнают историю Ивсен Лорана. Историк моды Галина Иванкина расскажет о жизни и творчестве знаменитого модельера 20 века. Чем он вдохновлялся, кого боготворил он, а кто его? В том числе об увлеченности Ивсен Лорана русской культурой. Союз театральных деятелей приглашает на разбор пьесы Антона Чехова «Три сестры». В рамках проекта «Сквозное действие» режиссер Адольф Шапиро поразмышляет об особенностях стилистики и конструкции чеховских пьес. Он расскажет о проблемах, с которыми сталкиваются режиссеры и актеры в работе над произведениями великого драматурга. Организаторы рекомендуют взять с собой текст пьесы «Три сестры». Мир образования, науки и культуры бесконечен, а наш выпуск, к сожалению, нет. Далее вас ждет прогноз погоды, а мы прощаемся. Увидимся, когда наступит наше время.